Во время пресс-конференции 30 июня Владимир Путин коснулся, в частности, вопросов внешней политики и безопасности применительно к отношениям России и Украины, а также вспомнил инцидент 23 июня у берегов Крыма. По словам президента, Конституция Украины не предусматривает строительства на территории страны иностранных военных баз, но допускает создание учебных центров НАТО и других форм сотрудничества между ВСУ и Западным блоком. Происходит военное освоение территории, граничащей непосредственно с нами, что создает для России существенные проблемы в сфере безопасности, подчеркнул глава государства. Разрушительная роль Североатлантического альянса проявилась и в недавней провокации британского эсминца Дефенда, внедрившегося вглубь российской территории на три километра. В связи с этим Путин упомянул об очевидной политической составляющей действий Великобритании. «Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир встал на грань Третьей мировой войны», отметил президент России. Владимир Путин добавил, что в открытом ядерном конфликте не может быть победителей и побежденных. НАТОвцы явно знали, что делали, направляя эсминец к крымским берегам. При этом Россия ясно осознает, что борется за безопасность и целостность своего государства. По словам президента РФ, Запад сам засвидетельствовал тот факт, что не хочет признавать мнение крымчан, которое они однозначно высказали в 2014 году. Эксперты отметили, что своими словами Путин дал понять, что Россия принципиально готова уничтожать корабли иностранных держав, вторгающиеся в российские территориальные воды.